Здравствуйте! В эфире программа «День города». С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. И сейчас коротко о главном. Два раза в день о том, как сотрудники Рязанской гидрологической службы проводят замер воды в реках. Три машины за 20 минут. В городе участились случаи взлома автомобилей. И в этом году рязанцы меньше болели гриппом. В России ожидают крупнейшее за последние 100 лет половодие. АК сейчас выходит из берегов. На крупнейшей реке центра России паводок начался почти на месяц раньше обычного. В области подтоплено несколько мостов. Снег тает очень быстро, а вместе с ним и лед. Наш корреспондент побывала на главном гидрологическом посту города и попыталась в сантиметрах выяснить масштаб грядущего паводка. Уровень воды в Аке активно повышается. Реки области практически освободились от льда. В трех районах затоплены низководные мосты. В регионе началось половодие. За минувшие сутки вода в Аке поднялась почти на 11 сантиметров от нулевой отметки и составила 236 сантиметров от графика гидрологического поста. Об этом нам рассказал начальник гидрометеорологической службы. Наблюдение проводится, как правило, по затопленной свае. Эта свая первая не затопленная. Как правило, технический обладатель ищет чуть ниже в воде. Притопленную сваю заходит в болотных сапогах немножко в воду и меряет высоту. Можно производить замеры по свае, которая самая первая. В этом случае делается так называемый минусовой отчет. Свая номер 9 имеет приводку 250 сантиметров над нулем гидрологического поста где-то 12 сантиметров. 12 сантиметров минусом, значит, 250 минус 13 сантиметров получается уровень 237. То есть уровень по сравнению с 8 утра вырос на 1 сантиметр. Каждый день в 8 утра и в 8 вечера на пост приходит техник-наблюдатель и замеряет, насколько поднялась вода за 12 часов, без выходных и праздничных дней. Делается это уже на протяжении многих лет. Старейший гидрологический пост Рязанской области находится здесь, на Кремлевском валу. В этом году ему исполняется 140 лет. А это значит, что на протяжении почти полутора веков сюда приходят каждый день, утром и вечером. Сотрудник гидрометслужбы замеряет уровень воды. Максимальный исторический, наивысший уровень воды наблюдался на реке Океа у города Рязань 24 апреля 1908 года. И он составил 839 сантиметров над нулем графика гидрологического поста. Весна в этом году ранняя и устойчивая. Считается, что достаточным уровнем выхода воды на пойму реки является 300 сантиметров. По гидрологическому прогнозу, по нижней границе у нас прогнозировался уровень 250 сантиметров. Вот если еще 2-3 дня будет небольшой подъем, а он скорее всего будет, потом будет некоторая стабилизация уровня, то гидрологический прогноз продается. И здесь же, недалеко от гидрологического поста, первые проказы весеннего половодия. Местные моряки Кремлевской пристани решили помочь наступившей весне и не дожидаясь ледохода. Кололи лед, чтобы он скорее ушел по течению. Но близлежащий понтон такой нагрузки не выдержал. Тросы крепления моста к берегам обрывались. Сотрудники благоустройства города не растерялись и в короткие сроки устранили проблему. А жители острова под Кремлем не оказались оторванными В связи с плановой уборкой грунтового наноса на дорогах города администрация Рязани призывает жителей не оставлять в ночь с 16 на 17 марта свои автомобили на определенных улицах. В противном случае машины будут эвакуированы, чтобы не создавались помехи для работ. Речь идет об улицах Горького, Семинарской, Вокзальной, Каширина, Куйбышевском шоссе и Северной окружной. Именно на этих дорогах будут производиться работы по их очистке от пыли и грязи, накопившейся за зимний период. Многие хотят для своего телефона красивый номер, состоящий из повторяющихся цифр, например, семерок или восьмерок. Известно, что заполучить такую сим-карту можно в официальных салонах сотовой связи. Но рязанские мошенники решили продавать красивые номера через интернет, используя для этого популярный сайт, предназначенный для реализации поддержанных товаров. В ходе проверки представители рязанской полиции установили, что продавец торгует сим-картами, не имея лицензии или соглашения с официальными представителями сотовых компаний. Полицейские выяснили, где произойдет сделка между продавцом и очередным клиентом и навстречу одного из торговых центров Рязани задержали нарушителя. Установлено, что 23-летний рязанец продавал сим-карты без оформления лицензии на эту деятельность и, соответственно, без регистрации данных покупателя. Ранее нарушитель уже попадал в поле зрения полиции и привлекался к ответственности за аналогичную деятельность. В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 13.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Стоит отметить, что пресечение незаконной торговли сим-картами способствует предотвращению более тяжких преступлений, поскольку злоумышленники зачастую пытаются использовать нелегальные сим-карты для совершения мобильного мошенничества или других хищений. Это направление полиция взяла на особый контроль. 15 марта около 8 часов вечера автомобиль Toyota в московском районе сбил мужчину. По предварительной информации он переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате пострадавший с травмами был доставлен в больницу. На днях в интернете появилась информация, что рязанские водители являются самыми вежливыми в стране по отношению к пешеходам. И хотя автомобилисты желают пропускать людей, сами пешеходы часто становятся нарушителями. По этой причине сотрудники ГИБДД провели рейды для пешеходов. Бессмертные. Наверное, такими себя считают некоторые пешеходы в Рязани. Порой до перехода всего несколько метров. Но некоторым уж больно хочется перебежать дорогу прямо перед капотом мчащегося авто. К тому же цена за такое – 500 рублей или предупреждение, или жизнь. За эти недолгие два месяца произошло уже 65 дорожно-транспортных происшествий. При этом 7 человек погибли, а 61 травмированы. По вине самих пешеходов зафиксировано 29 фактов ДТП. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов со стороны водителей, так и нарушения правил самими пешими участниками дорожного движения. Самые аварийные дни недели в нашем городе – это понедельник и вторник. А пик временного промежутка ДТП приходится на период с 12 до 15 часов. К сожалению, в текущем году зафиксировано 6 наездов на юных пешеходов. Самыми уязвимыми пешими участниками дорожного движения являются, конечно же, дети. В преддверии весенних каникул, когда дети большинство времени будут проводить на улице, где их постерегает в любой момент опасность, госавтоинспекция обращается ко взрослым с просьбой напомнить еще раз юным участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасного нахождения вблизи проезжей части. Поэтому родителям важно помнить, что своими поступками надо прививать правильное поведение, в том числе и на дороге. Сотрудники ГИБДД напоминают, как поступать при отсутствии пешеходных переходов. В случае, если поблизости нет пешеходного перехода или обозначенного места для пешехода, пешеход вправе, согласно правилам дорожного движения, перейти в проезжую часть по перекрестку по линии тротуаров и обочин под прямым углом. То есть пешеход посмотрел влево-вправо, оценил расстояние до приближающего транспортного средства, посмотрел, не создает ли он помех транспортному средству. И в этом случае может перейти дорогу. Дорожные службы обновят разметку. И зебра засияет новыми красками. К тому же в Рязани все пешеходные переходы находятся в надлежащем состоянии. Главное помните, что ответственность за свою жизнь и здоровье несете вы сами. Недавно мы рассказывали о том, что в Рязани поймали автовора, который с помощью специальных электронных устройств вскрывал машины, не оставляя на них явных следов взлома. Люди возвращались в припаркованные и по-прежнему запертые авто и с удивлением не обнаруживали в них ценных вещей. Специалисты, действующие по старинке, вскрывающие машины методом лома, тоже не перевелись в нашем городе. В сети появилось видео, как на днях ранним утром в районе дома номер 30 на улице Мервинской был произведен взлом ряда машин, в основном отечественного производства. В полиции преступника прозвали аккумуляторщиком, а рязанцев вновь призывают быть бдительнее. После прошедшей зимы уже можно подводить некоторые итоги. Так, например, в этом году рязанцы меньше болели гриппом, чем в прошлом. Возможно, это связано с тем, что осенью большое количество людей прошло через процедуру вакцинации. Уровень заболеваемости гриппом и РВИ по области в Рязани продолжают снижаться. Об этом сообщил официальный сайт управления Роспотребнадзора Рязанской области. На прошлой неделе в целом по области заболеваемость снизилась почти на 54%, а в Рязани – на 41%. В целом эпидемический сезон прошел спокойно. Медики объясняют это тем, что в этом году прививки от гриппа сделало рекордное количество рязанцев. В этом году что повлияло на эту эпидемию? Конечно, меры профилактические, которые были приняты заранее. То есть была проведена кампания масштабной вакцинации. И практически, что мы наблюдаем, эффект вакцинации какой? Практически те больные, которые у нас здесь лежали, к нам обратились на нашу клиническую базу в поликлинике города Рязани области – это были те пациенты, которые не были вакцинированы по тем или иным причинам. Наша съемочная группа решила убедиться в том, что рязанцы замечательно себя чувствуют, а зима не нанесла никакого урона их здоровью. Как оказалось, даже не делавшие прививки, жители нашего города обошлись без гриппа. А скажите, пожалуйста, зимой болели? Нет. 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 Прививку не делали от гриппа? Нет. Иммунитет хороший? Да. Нет. Прививку делали от гриппа? Нет. Иммунитет хороший? Хороший. Не помню. Значит, не болели? Нет, наверное. А прививку от гриппа делали? Нет. Иммунитет хороший? Не очень. Просто не болела, в этот раз посчастливилась. Нет. А прививку от гриппа делали? Нет. Иммунитет хороший? Нет. Сложно сказать. А сейчас витаминки пьете какие-нибудь? Да, отмолела. Гриппом? Нет, ну я развиваю. А от грипп прививку делали? Нет. И все же, как говорится, на иммунитет надейся, напеть витамины и теплее одеваться не забывай. Ведь несмотря на то, что зима позади и вовсю светит солнце, весна – время года коварное. И не стоит расслабляться, доверившись календарю. Чтобы потом не пришлось сидеть дома с горлом с замотанным теплым шарфом и киснуть глотая таблетки. Весной это вдвойне обидно. Смотрите во второй части выпуска. Сканировать организм человека в Рязанском медуниверситете появилось уникальное оборудование. И рязанские инженеры отмечают день рождения Александра Попова. В Рязанском государственном медицинском университете появилась новинка – интерактивный анатомический стол, предназначенный для исследования организма человека. Со стороны оборудование выглядит как огромный электронный планшет. Таких в стране всего два, однако наш стал единственным, который может работать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. О том, какие возможности, теперь открыто для врачей в репортаже Галины Ершовой. Этот стол – последнее слово техники. С его помощью студенты Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова будут изучать строение человека. В памяти интерактивного устройства более тысячи анатомических структур. Это внутренние органы, скелет, мышцы. Все они выполнены в натуральную величину. А богатая библиотека анимации позволяет буквально увидеть, как по артериям течет кровь. Мы будем готовить небольшие, может быть, краткие циклы, связывать и с рентгенологией, и с именными вариантами диагностики, чтобы врач, уже даже сложивший специалист с дипломом, мог посмотреть, как эта анатомия соотносится с тем, что он получает именно уже в формате клиники. Такая вот клиническая анатомия, то, что действительно и нужно каждому врачу знать. В программу заложено четыре варианта тела – два женских и два мужских. Они сделаны на основе реальных, которые люди завещали для исследований. Специалисты отсканировали их и ввели в базу. Поэтому такая 3D-модель выглядит даже более реально, чем трупный материал. К тому же у него нет срока годности, а ткани не теряют насыщенность цветов. Это не может ни в коем случае быть заменой материалу, препарирования и так далее. Ни в коем случае этим и не является. Это действительно дополнение, но дополнение то, которое современное, которое сейчас нужно. С помощью интерактивного стола студенты младших курсов будут изучать нормальную анатомию. То, как выглядит организм, если в нем нет отклонений. Простым движением руки можно сделать разрез в любом месте, а также послойно убрать ненужные ткани. Таким образом, будущим хирургам, травматологам, терапевтам будет легче воспринимать организм как единое целое. Видеть, как органы расположены относительно друг друга. Несмотря на то, что устройство появилось лишь два дня назад, оно уже стало частью учебного процесса. А принимать его помощью зачеты и экзамены станет удобнее как преподавателям, так и самим студентам. Можем выделить, например, студенту показать какую-то мышцу, спросить, что это есть. И студент увидит, где место крепления, где начало мышцы берет, где окончание, и как она вообще проходит. Потому что, если посмотреть пластиковые планшеты, то не всегда это отображает за счет различных слоев мышечных. На интерактивном анатомическом столе каждый орган подписан. А чтобы добраться до тех, которые закрыты другими частями тела, можно либо миллиметр за миллиметром срезать лишнее, либо одним касанием убрать орган. Сейчас устройство работает на английском языке, что удобно для иностранных студентов. А уже через пару недель появится и русская версия. Мне очень тяжело учить что-либо по таблицам, по различным записям. Мне нужно это видеть конкретно. И в связи с этим мне приходилось тратить очень много бумаги на различные рисунки, которые не всегда были верными, не всегда были корректными. Но с появлением подобного, это на самом деле прямо манна небесная, учитывая то, что мне некоторые вещи еще нужно сдать. Технологическая новинка поможет как начинающим врачам, так и действующим. Ведь, чтобы четко выполнять свою работу, медики должны в совершенстве знать строение человеческого тела. Выяснилось, что профессия швея остается самой востребованной на рынке труда в Рязани. Мастера своего дела требуются в различных сферах, начиная от ателье до мебельных производств. Занять свое место может любой желающий. Для этого, кстати, не обязательно иметь высшее образование по соответствующей специальности. Нитка и иголка в руках умелой мастерицы – эти простые инструменты способны создавать настоящие шедевры. Однако швея – это не просто профессия. Чтобы придумывать модные юбки и платья, нужно чувствовать цвет, знать разнообразные фактуры ткани и уметь правильно с ними обращаться. Эта машинка используется для обработки швов. Она одновременно обрабатывает шов и обрезает его. Начать осваивать ремесло рекомендуется изготовление прихватки или фартука. Невозможно испортить и простые юбки. Сейчас элементарные юбки солнца. В принципе, там только крой понять, размер талии, длину юбки, один шов, юбка готова. В принципе, потом платье-трансформеры. Ну, это опять нужно, как бы, информацию из интернета. Просто там обрабатывается кусок ткани и разными методами закалывается, завязывается. Екатерина Семкова увлеклась шитьем в седьмом классе. В далеких девяностых только-только начали появляться куклы Барби. На 13-летней девочке детские игрушки покупать отказывались. Поэтому Екатерина придумала хитрость. Я дружила с девочками, которые, ну, помладше, намного младше. Там первый, пятый класс. У кого были эти куклы? Я им шила наряд. Для меня такое счастье было подержать в руках эту куклу, шить на нее какое-то элементарное там платье. Вот. И вот от этого, наверное, началось. Ночи без сна. Просмотры показов моды, где девушки в платьях от Юдашкина и Зайцева скользят по подиуму. Екатерина настолько влюбилась в профессию, что желание подчеркнуть индивидуальность человека и сегодня толкает ее к саморазвитию. А вот вершиной мастерства она считает мужские костюмы и шикарное платье. Обращаются девочки и большого размера, 52-й, 54-й. Они же выпускницы, они тоже хотят быть красивыми. Представлены в магазине, ну, прям вот, ну, очень скромный ассортимент. Хочется ее тоже сделать эффектной, чтобы она тоже почувствовала себя королевой, свою первую балла. Не хочется быть одинаковым, все-таки однотипно. Все у нас в основном в магазинах. Неоднократно также перешевала старые вещи. Тоже они приобретают новую жизнь. Однако стоит помнить, что профессия швии – это огромное поле для фантазии и в то же время ответственность. Ведь, приходя к специалисту, люди надеются, что им не просто сделают качественную вещь, но помогут подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, чтобы они могли чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Каждый год, 16 марта, отдел экономической безопасности и противодействия коррупции при управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации отмечает дату своего основания. В этом году отделу исполнилось 80 лет. Среди рязанских служащих есть те, для кого этот день является двойным юбилеем. Сотрудники и ветераны внутренних дел России, те, кто по долгу службы ведут борьбу с экономической преступностью, отмечают сегодня свой профессиональный праздник – День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД РФ. Предшественником этой службы был знаменитый отдел по борьбе с хищениями, социалистической собственности и спекуляцией ОБХСС, созданный 16 марта 1937 года приказом НКВД в составе Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР. В принятом положении об ОБХСС в частности говорилось, что он создается для, цитата, «обеспечения борьбы с хищениями социалистической собственности в организациях и учреждениях государственной торговли, а также для борьбы со спекуляцией». Сегодня функционал отдела значительно расширился. Основная задача нашей службы заключается в обеспечении экономической безопасности и противодействии коррупции в нашем государстве. Основной пласт экономической преступности составляет так называемое экономическое мошенничество, также фальшоманечество, налоговые преступления в разных финансовых сферах, различные финансовые операции и так далее. Основной, конечно, такой пласт – это борьба с коррупцией. Более трети экономических преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. Тем не менее, отмечается, что борьба с преступностью в сфере экономики стала вестись более ответственно и качественно. Хорошие результаты достигнуты на потребительском рынке, в кредитно-финансовой сфере и внешнеэкономической деятельности. «За последнее время, буквально недавно, сотрудникам нашего управления, совместно с Главным управлением экономической безопасности и продействия коррупции, сотрудниками прокуратуры Рязанской области, были выявлены факты мошеннических действий со стороны руководства Ревестбанка, расположенных в нашей территории, которые своими действиями преступными незаконно вывели из банка порядок». «Способ мошеннических действий заключался в следующем. Как правило, заключались кредитные договора на аффилированных лиц, на аффилированные юридические конторы, которые фактически денежные средства в качестве кредитов не получали, а деньгами завладевали преступные лица, руководители банка». Михаил Баранов выбрал профессию не случайно. Он родился в семье полицейских, и судьба его была предрешена. «Я сразу попал в службу БЭП, и вот 10 лет уже отработал данную службу. У меня родители отдали большую часть своей жизни службе в органах утренних дел, отработали большое количество времени, и вот я решил по стопам продолжить путь своих родителей». Ни для кого не секрет, что преступники в сфере экономики, как правило, умные и хитрые люди. И зачастую от оперативников и следователей в этой сфере требуются особые личностные качества. «Все преступники, они умные, грамотные, зачастую даже умнее, чем сотрудники бывает. Но в то же время данная работа, она требует умственных способностей, работы с документами, работы с законами. То есть здесь есть возможность повышать свой какой-то куриционный опыт и более интересная работа». В век нанотехнологий форма экономических преступлений динамично меняется. Злодеи находят новые способы, методы и изобретают новые схемы. Но не отстают от них и сотрудники ОБЭП, которые способны разгадать любые загадки. 16 марта содержит в себе еще один праздник. В этот день родился Александр Попов, известный русский физик и электротехник, профессор, один из изобретателей радио. В Рязани довольно часто звучит его имя, особенно от тех людей, которые прошли обучение в РГРТУ. Попов воскрес, воистину Попов! Уже совсем скоро, зазеленеет май, и студенты Радиотехнического университета отметят свой главный праздник, воздав и дань уважения русскому физику и электротехнику Александру Попову, изобретателю радио. Студенты будут поздравлять друг друга, а в ночь 7 мая вокруг памятника Попову, который украшает здание Радиоуниверситета, пройдут крестным ходом. Традиция отмечать и День Радио именно таким образом уже давно стала местной традицией, а имя великого ученого знакомо, пожалуй, каждому рязанцу. Сам же Александр Степанович Попов, если бы дожил до наших дней, сегодня отметил бы свой день рождения. Но родился он в позапрошлом веке, в 1959 году в поселке Туринские рудники Свердловской области. После окончания физико-математического факультета Петербургского университета занимался научной деятельностью и преподавал физику и электротехнику в ряде технических училищ, стал профессором физики, а потом директором Петербургского электротехнического института. Научные интересы Попова лежали в области электродинамики. Он поставил цель сконструировать беспроводную сигнализацию для использования на флоте на основе электромагнитных волн. К весне 1895 года надежный и чувствительный прибор был готов. На состоявшемся 7 мая 1895 года в заседании физического отделения Русского физико-химического общества Поповым был представлен научный доклад об изобретении беспроводной связи и была продемонстрирована ее работа. В память об этом событии, начиная с 1945 года, 7 мая в России, и отмечается День радио. Ученый также изучал рентгеновские лучи и сделал первые в России рентгеновские снимки предметов и частей тела человека. Деятельность Попова была оценена современниками. Он получил большую золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Сегодня ему бы исполнилось 158 лет. На данный момент это все новости. Следите за событиями на нашем сайте и официальных группах в соцсетях. Удачи вам и хорошего настроения. До свидания. Ипотека 7,4 процента? Ипотека 7,4 процента? Как? 7,4 процента? Да, всего 7,4 процента. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Субтитры создавал DimaTorzok